Всем привет! Это обзор белорусской госпропаганды за прошедшую неделю Чаго Брэшиш. С вами Анна Лепешкевич. Сегодня мы узнаем, как пропаганда использует 9 мая для оправдания репрессии против несогласных и какое отношение к Беларуси имеет Прилепин. Обо всем этом и не только в нашем выпуске Чаго Брэшиш. Не забывайте ставить лайки и давайте посмотрим Чаго я не брэшить. Если уж здоровьем Лукашенко пропаганда не сильно беспокоилась, то вот от самочувствия Прилепина после подрыва его машины у главного пропагандиста чуть не сгорела задница. Теракт. Погиб боец. Злой. Водитель Захара Прилепина. Сам писатель тяжело ранен. Такого человека обидели. Святого. Писателя. Патриота. Ну так его называет Азаренок. Захар Прилепин начал со службы в ОМОНе. Нацбол. Он вошел в литературный мир с лимонкой и чекой в зубах. И раз кто-то обидел такого хорошего человека, то пропагандист угрожает белорусским чиновникам становиться под ружье, иначе их убьют или еще чего хуже. Тебя убьют на глазах твоей жены, а перед этим изнасилуют твою дочь. Вот и основной посыл. Если чиновники не сплотятся и не поймут, что война и нужно убивать и казнить самим, то противники казнят их. В общем, опять судят по себе. А кто вообще такой Прилепин, которого так рекламирует пропаганда? Просто писатель и пропагандист? Нет, он лично участвовал в войне, убивал людей, возможно, даже расстреливал пленных. Подорвали его одного. Ну, по логике пропаганды нужно ответить террором против тех, кто против этого всего. Против войны, против агрессии, против тирании и диктатуры. А еще Захар Прилепин высказывался против независимости Беларуси и даже лично против Лукашенко, что не очень приятно читать пропаганде, которая его так хвалит и молится о нем. Покушение на Захара Прилепина, оно всколыхнуло и белорусское общество. Огромным уважением Захара у нас пользуется, как писатель, действительно, как идеолог, и мы... А ведь еще в 2020 году Прилепин говорил следующее. Цитата. Александр Григорьевич хотел, как и прежде, сохранить свою высокую независимость и при этом получать столь же высокие преференции от Москвы, напирая на то, что он последний форпост России на Западе, что у нас совместные военные учения, что он наш друг. Лукашенко решил сохранить независимость и самым прямым образом шантажировать Россию своим уходом на сторону. В данном случае на Западную. Вот и доигрался. Все с ним понятно. И политическая целесообразность требует определенного набора действий. Сохранение Лукашенко у власти, вывода его от власти, установление лояльного России правительства, сохранение военных, дипломатических, культурных и прочих позиций на территории Беларуси. Что с лицом, господа от пропаганды? Какой у вас товарищ, да? Нравится? Помолитесь о нем? Посокрушаетесь? В гробу он видал вашу власть Лукашенко и даже независимость Беларуси. А вы пыжитесь, от себя отрекаетесь. Лучше самих расистов пытаетесь себя выставить в эфирах российской пропаганды. Вот вы на фронте, Владимир Владимирович, часто бываете. Спасибо вам за это огромное. Те материалы, которые вы оттуда выдаете. И вы видите, что у наших командиров, батальонов, бригад, бойцов есть вот этот азарт. Война это азарт. Наших командиров на фронте? А Гигин уже сменил гражданство? Мы уже с Украиной воюем напрямую. Ладно, на словах СВО это пропагандисты поддерживают. Но наши командиры, это он про российских агрессоров, да? И снова угрожают победить Украину за 2-3 дня. Классика жанра. Украинское государство должно было потерпеть поражение в марте 22-го года. Два дня не продержится. Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится, Володя, ну максимум 3-4 дня. Там некому будет против нас воевать. И вывод у пропаганды следующий. Раз украинские диверсанты убивают каких-то боевиков и террористов в России, нужно делать диверсии в самой Украине. Сколько диверсионно-террористических актов провели украинцы при поддержке западной территории России? Ни счастья. Россия за это время на территории Украины не провела ни одной. Пропагандист подтверждает, что Украина провела на территории России бесчисленное количество терактов и диверсий. А вот Россия ни одной. Ну, ни одной. А разве ваше СВО это не один бесконечный теракт и диверсия? Бомбежки Киева, Херсона, военные преступления в Буче и Ерпене, захват Мариуполя, расстрелы гражданских, убийства детей ракетами в Умане и Краматорске. Разве это можно сравнивать с покушением на Прилепино и подкопченным куполом Кремля? Выходили в публичное пространство, их нет. Значит, пора переходить к этой стадии выполнения задачи специальной военной операции. Словно никто не видит, кто настоящий террорист с сотнями убитых и раненых гражданских? Разве все это горе и ужас войны не принес на украинскую землю Кремль? И этот самый идеолог войны и террорист Захар Прилепин. Но если для пропаганды они герои, то у них и свое понимание терроризма. Так ОНТ показали новый фильм о предотвращении теракта на 9 мая. И фильм в прямом смысле слова художественный. Нам поставили информационный час. Кино какое-то показывать будут про террористов. Про террористов? Кадры оперативной съемки вставлены в художественно-пропагандистский фильм с актерами, что играют студентов и преподавателей. Диверсантам и диверсанткам пропагандисты даже угрожают смертными приговорами. Обвиняются по статье 289 и статье 356 Уголовного кодекса. Им грозит наказание вплоть до смертной казни. Тему применения смертной казни пропаганда используют в качестве профилактики. Убивать ради профилактики. Вот та же смертная казнь, это не просто эффект, вот мы красиво введем ее, ничего подобного. Белорусский опыт показал, что это работает и как профилактическая мера. Такие у этого режима понятия терроризма и героизма. Они смеются над тем, что подозреваемые думали и верили, что так они смогут остановить войну. Он сказал, что это поможет сохранить мир между Белоруссией и Крымой. Сохранить мир с помощью террора? А вы на вашем СВО как мир пытаетесь сохранить? Войной? Хотите уничтожить Украину? Бомбите ее города, чтобы наступил мир? Вообще выглядит все глупо и нелепо. Ведь еще, как мы и говорили в предыдущем выпуске, Фантомас от КГБ заспойлерил теракты на 9 мая и еще на прозапрошлой неделе. Планируется ряд таких серьезных акций на нашей территории. Для нас просто к 9 мая сняли кино. Оскара этому режиссеру. Чтобы посеять среди людей недоверие. Чтобы мы были всегда на чеку. И были готовы в случае чего сдавать своих родных, близких и друзей в КГБ. Они не учли того, что их желание помочь стало преступным. И только в наших силах правильно выбрать путь и не допускать ошибок. На этом все. Рассказывайте в комментариях, какие еще теракты раскроет мистер Фантомас от КГБ. И не забывайте делиться этим видео с вашими родителями и близкими. Что еще смотрят БТ? А это была Анна Лепешкевич и обзор пропаганды Чаго Брешеш. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...